Последний поединок данного турнира в весовой категории до 77 килограммов. Флорен Бетарангаль в синем углу клетки. Опять мы слышим клуб ММФ Пэктори. Это достаточно серьезные оба спортсмена. Флорен Бетарангаль немного массивнее выглядит, чем свой соперник. Но по росту они практически одинаковые. Еще раз рефери напоминает спортсменам о запрещенной технике. О том, что рефери нужно слышать и слушать. Для команды Стоп никаких действий. Быть внимательным при ударах в голову. Вот он разводит спортсменов и сейчас даст старт первому раунду. Итак, три раунда по пять минут. Основной бой вечера. И сразу поединок начался динамично. Оба спортсмена борются за первое место в рейтинге Франции. Оба спортсмена бьющие. Проверяют друг друга сначала по ударной технике. Дистанцию. Спортсмен в красном ждет своего оппонента. Пытается его выцелить. Но боец синего угла пытается поддавливать. И это у него получается. Лоу-кики проходят практически все. Спортсмен в красном работает больше руками. Пытается продернуть Карл своего оппонента. Даже попал вправо ему. Спортсмен синим левша. Это доставляет небольшие неудобства правшие. Потому что левша в 99% случаев работает правшой. А правша работает подобными себе тоже с правосторонней стоечкой. Попытка лоу-кика. Лоу-кик не прошел. Хай-кик. Но неподготовленный хай-кик обычно проходит в воздух. Спортсмены практически одного уровня. Поэтому не бросаются в бой сломя голову. А пытаются проверить, попробовать. Вот какой хороший бросок провел Карл Амусу. Через второй его этаж бросил. Забирает. Хочет забрать позицию сзади. Серия ударов. Серия ударов слева. Колено. Я смотрю, даже у спортсменов в синем уже образовался синяк на ноге. Зашел в клинч Карла Амусу снова. Посмотрим, что они сделают сейчас возле сетки. Будут разворачивать либо один, либо второй к сетке. Карл пытается забрать спину. У него получается. Работает спины. Заход. Заход на скручивание пятки. Достаточно красиво он и неожиданно зашел на скручивание пятки своему сопернику. Я скажу, сделал он это молниеносно. Понадобилось, я думаю, не больше трех секунд от перехода в партер и проведения скручивания. Вот видно, что травмирован спортсмен. Было очень мощным скручиванием, поэтому ему не дает сейчас встать. Окажут первую медицинскую помощь. Искренняя радость французского спортсмена. Он победил, победил наглядно, победил быстро. Борьба двух титанов выявила своего победителя. Французскому спортсмену оказывают помощь. Видать, травма серьезная. Насколько я могу видеть, там еще и колено пострадало при скручивании. Но достаточно серьезный прием. И если вовремя не сдаться, то может быть серьезная травма. Поднимается на ноги французский спортсмен. Зал аплодирует ему. Огромная сила воли, характер должен был, чтобы встать на ноги после такой травмы. И так, в первом раунде на третьей минуте, третьей секунде выигрывает Карло Мусус. Скручиванием пятки данный поединок. Это последний бой сегодняшнего вечера. Огромное спасибо Игорю Ротару. Еще раз напомню, президент Федерации универсального боя Республики Молдова. А телеканал Молдова Спорт и я, Роман Туркану, прощаемся с вами до следующих боев. Спасибо вам. Боя вечера. WWFC World Warrior Fighting Championship. Спасибо. Продолжение следует. Продолжение следует.